В эфире программа ЖЗЛ, я Павел Санаев. В нашем бесконечном сериале под названием «Жизнь замечательных людей» на четверых мужчин приходится одна женщина. Но часто она одна стоит четверых. Каково быть выдающейся женщиной в мужском мире? Какими чертами характера и какими секретами очарования нужно обладать, чтобы влюблять в себя в великих людей эпохи? Сегодня мы поговорим о Лиле Брик. Рыжеволосая Венера и жестокая любовь Маяковского. Неофициальная вдова поэта и прохвостка, прибравшая к рукам его наследие. Острый угол главного любовного треугольника Серебряного века. Истеричная муза, презиравшая мещанство и бабушкины нравы. Ослепительная еврейская царица, повелевавшая мужскими сердцами и кошельками. Большеголовая сутулая нимфоманка, любившая только мужа. Балерина Лилечка, закованная фильмой. Авангардный режиссер и профессиональный писатель, оставшийся в тени своих поклонников. Невинная киса с чекистским удостоверением, бывавшая за границей чаще, чем в Переделкино. Эпицентр культурной и эротической жизни начала 20-го столетия. Властительница кольца с демонической гравировкой, названная в честь героини Гёте. Женщина-исключение, которую позвала за собой тень умершего поэта. Ну вот такой вот феерический набор. И сегодня мы будем очищать зерна от плевел с нашими гостями. Наталья Леоновой, публицист и исследователь творчества Маяковского. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Миронович Ушаков, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы. Здравствуйте. Давайте сделаем такой блиц. Что из этого правда, что неправда? Вот ослепительная еврейская царица, повелевавшаяся мужскими сердцами. Была ли она таковой? Но Лиля Юрьевна Брик родилась в Москве, действительно в еврейской семье, на Покровке. Отец ее занимался юриспруденцией. И с самого детства Лиля, наверное, начала проявлять... Простите, у нас блиц, мы еще подробно все это будем рассказывать. Правда, соответствует ли это действительности, миф это или реальность? Была ли она вот такой, понятно, что с национальностью мы совпали, но ослепительной и царицей? Да, нет? Я думаю, что она действительно привлекала очень многих личностей, мужчин по отношению к себе. И даже многие женщины к ней тянулись за ее советом. Вы как считаете? Я думаю, это и да, и нет. Потому что красавица ее вот такой неотразимой не назовешь. Вот даже большеголовая сутулая нимфоманка. Нет, это тоже неправильно. Действительно, голова у нее была немножко, так сказать, непропорциональна, если брать всю фигуру. Но в ней было свое какое-то невероятное очарование, которое, как вы понимаете, бывает сильнее красоты какой-то. И это очарование было не только того, как она держалась, а очарование и духовное, интеллект ее. И в этом направлении нужно искать секрет той силы, которая притягивала разных людей. Спасибо. Авангардный режиссер, профессиональный писатель, оставшийся в тени своих поклонников. Насколько ее собственная деятельность представляла какую-то ценность творческая? Вы знаете, собственная творческая деятельность у нее в основном была связана с жизнью после смерти Маяковского. То есть тогда, когда она занималась изданием его произведений, продвижением этого всего, воспоминаниями о нем. Она делала все для того, чтобы память о Маяковском была жива, для того, чтобы Маяковского читали, публиковали и так далее. — Хорошо. Ну и «Невинная киса» с чекистским удостоверением. Удостоверение действительно есть и хранится в музее Маяковского, насколько я знаю. Не поддельное явно тогда. Нельзя было такого поддельного. — Нет, нет. Можно я дополню, Наташ. Дело в том, что, да, действительно, она много делала и сделала для Маяковского после его смерти. Но не нужно забывать, что она училась и балету, она писала, там, «Повесть не попутчица». Она, в общем, она многим занималась, вы понимаете? — Фильмы снималась. — А? — Фильмы снималась. — Фильмы снималась, значит, как актриса пробовала себя. — Кстати, вот этот, там мелькнула у нас в подборке одна фотография, где она в платочке вот так что-то кричит. Это же какой-то был знаменитый советский плакат. — Это фотография Родченко для обложки поэмы «Хорошо». — Да, ну а это вот очень-очень известная такая каноническая фотография советского времени. — Да, сейчас, кстати, у неё появляется сейчас в новой рекламе «Какие только слова не извергает Лиля». — Она очень смотрелась в рекламе. — Ведь Лев, да, Лев, не но, Лев, который вышел с поэмой про это, там есть обложка замечательная, сделанная Родченко, и где есть фотографии Лили. Это блистательная работа Родченко. Надо сказать, и Лиля представляет, значит, работу Родченко и саму себя очень достойно. Поэтому я бы так сказал, что у неё натура была такая, что она интересовалась многим и пробовала себя во многом. Но результатов в собственном таком творчестве, то, что мы обычно называем творчеством, она не достигла никаких. Но в этом нет ничего такого. — Хорошо. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию и высказывайте свои соображения, что вы думаете о Лиле Брик. Была ли она в творчестве Маяковского и в его жизни действительно музой или, может быть, наоборот, злым гением. А мы будем разбирать это с нашими гостями. Вот нам уже на форум пришло, что очень современная женщина эта Лиля. Ведь она сказала, что лучше всего знакомиться в постели. Была очень смелая женщина, не боялась пойти против устоев и жить как хочется, говорит Лиза из Москвы. На форум пришло нам сообщение. — Как вы считаете, было ли в ней, может быть, какое-то бунтарство, какая-то попытка расширить границы общепринятой морали, найти что-то новое в жизни? То есть что в ней было выдающегося, выходящего за рамки? — Вы знаете, Лиля с детства проявляет свой характер. Ну, допустим, вот такие незначительные, можно сказать, эпизоды. Родители хотят, чтобы она занималась игрой на фортепиано. Она говорит, нет, не хочу на фортепиано, мне не нравится этот инструмент. Потом вдруг нравится скрипка. Она успешно занимается скрипкой, но потом вдруг ей перестаёт нравиться скрипка. — Ну, это ветренность, нет? — Ну, её изначально что-то начинает волновать, она этим начинает заниматься, а потом ей это становится неинтересно. — Ну, это, простите, скорее, ведь качество характера со знаком минус, наверное, чем с плюсом. — А это нужно назвать не ветренностью, а переменчивостью интересов. Я бы так сказал. — Ну, я бы тоже согласилась, потому что всё время быть консервативным в жизни тоже тяжело. И второй момент, она проявляла свой такой, можно сказать, бунтарский, протестный характер даже в гимназии. В гимназии девочек заставляли ходить с забранными вокруг головы косыми. У неё были тяжёлые волосы, очень хорошие. Она подговорила девочек, это был 1905 год, прийти с распущенными волосами. И вот девчонки вместе с ней приходят, там происходит торжественная молитва, и она вместе с девочками появляется с распущенными волосами. Вот один из эпизодов такой жизни, характеризующих характер Лили. В юности, учащись ещё в гимназии, познакомился на кружке, такой политический кружок, который возглавлял Осип Брик. И вот тогда она его впервые увидела, и, можно сказать, влюбилась тогда ещё в Осию. И эта долгая история продолжалась несколько лет, пока всё это закончилось свадьбой. Мы об её связи с Осипом будем говорить много, потому что, наверное, с момента этого союза начинается уже такой огромный новый этап её жизни, как потом в нём появился Владимир Маяковский. Но чтобы понять, что ему предшествовало, давайте коротко расскажем о её детстве, кто её родители, как проходило её детство. Я, наверное, отвечу на вопрос зрителя нашего, который там сказал, или зрительница, что она сказала, что лучше всего знакомиться там с мужчинами в постели. Я думаю, что это чепуха полная. Где этот человек, который за этот вопрос услышал это или прочёл? Сейчас можно это прочесть что угодно. Лилия Юрьевна, в отличие от очень многих женщин и мужчин, умела разговаривать весьма откровенно, если собеседник отвечал откровенностью. И она предлагала такой уровень откровенности, что далеко не все его выдерживали. Я думаю, это было её сильной чертой характера. И притягивала, магнетизировала, вернее, очень многих. Простите, то есть она могла, например, так взять и спросить, а любишь ли ты заниматься этим втроём? Да, она так могла спросить, но она бы и ответила. Так вот, Лилия Юрьевна однажды, когда у нас как-то мы разговаривали с ней, я спросил её вообще от её любовных, так сказать, отношений. Она сказала мне следующее, я не знаю, правда это или нет. Она говорит, Александр Миронович, когда я с кем-то была, вот, с Маяковским, я не позволяла себе вступить в какие-то любовные, настоящие отношения с другим. И то, что она сказала, вот, с тем, с вопросом никак не вяжется. Вот, значит, не знаю, сказала она, думаю, что сказала, так сказать, правду. Она сказала, а у меня, значит, роман возник после 22-го года, не до того, как я с Маяковским рассталась, а после. Хорошо, сейчас мы ответим на звонок зрителей, у нас в студии есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Светлана Гуротовская. Вы знаете, я думаю, что именно благодаря ней Маяковский раскрылся как поэт. Ага, это, наверное, потому, что она его запирала в кухне, и когда он царапался в дверь, она говорила, пусть пострадает, потом будет писать хорошие стихи? Да, как вариант страдания, а не жизнь человека. Вы позвольте мне ответить. Да. Дело в том, что Маяковский стал великим поэтом, показал себя великим поэтом с первых публикаций, которые относятся к 13-му году. А к 15-му году, когда он познакомился с Лилией, он уже был автором многих потрясающих стихов, таких стихов, которые раньше никто в мировой поэзии не писал, где невероятная метафоричность соединялась с пронзительным лирическим чувством и с экспрессией. И он уже был крупным поэтом. Если бы даже что-то с ним случилось в 15-м году, и он исчез бы, например, погиб бы, то все равно он вошел бы в историю поэзии нашей русской. Да, действительно, Лиля была его музой, и можно сказать, что каких-то стихов, если бы не Лиля не было, например, гениальное стихотворение, Лилечки вместо письма, там, дым, табачный, воздух. Я не буду читать, это займет время. Гениальное произведение. Но, несмотря на это, истоки рождения Маяковского поэта никак не связаны с Лилией Юрьевной. Спасибо огромное. Я полностью согласна, просто хотела чуть-чуть немного дополнить. Когда впервые Маяковский в петербургской квартире, где жили Осип, Рик и Лиля, прочел облака в штанах, вскочил больной Осип и сказал, ты гениальный поэт, ты можешь даже больше ничего не написать, только потому, что ты написал вот это произведение. Другое дело, что были периоды впоследствии в жизни Владимира Владимировича Маяковского, когда он стал заниматься рекламой, ну, время было такое, необходимо было. Да, он играл в карты, он там не выходил в Берлине из своего номера, и тогда Лиля на это сердилась. И вот тогда она посчитала, что если сейчас его не оставить как голодного художника, то он ничего не напишет, то есть он изживет себя. Вот тогда, может быть, действительно, написанные под влиянием Лили Юрьевны вот эти и поэмы про это, и дальнейшие вещи, действительно, ее влияние здесь существенное. Хорошо, спасибо. А мы сейчас прибегаем к нашей замечательной возможности реконструировать в студии образ Лили Брик, и даем слово нашей лаборатории «Спирит и нет». И тогда княгиня Валенска накрыла свой высокий лоб черной вуалеткой, выжатой с натуры, и приказала избойщику вести ее в ад. Теперь ты продолжай. Ой, впервые, кажется, вызвал не я, а вызвали меня. Вы всегда были жертвой собственных страстей. В юности вам пришлось сделать аборт после связи с учителем музыки. И это правда, что после этого вы больше не могли иметь детей? Ну, на самом деле, я не проверяла. Мне не хотелось, чтобы мои лапочки жили в этом ужасном мире. Кроме того, обычная семья с детьми и походами в зоопарк по воскресеньям – это жуткое мещанство. Я никогда бы не опустилась до этого. Свобода для меня всегда была превыше любых условностей. Но, к сожалению, цена свободы – не вечная бдительность, а вечная грязь. То есть вы сами считаете, что ваш образ жизни был грязным? – Ни в коем случае. Грязными я считаю гнусной сплетни, которым я до сих пор опутана. Вроде бы мой прах развилили по ветру, но даже его умудряются сквернить. Элиса, что это? Пришло новое письмо от Володи. – Он что, и на том свете продолжает писать вам письма? – Не только письма. Он продолжает делать мне подарки. Мой милый маленький грамматик. К сожалению, мы не можем здесь видеться. Так вы дадите мне прочесть письмо, в конце концов? Какая бестактность? – Конечно, конечно. Вернусь чуть позже. Студия, принимайте эстафету. – Спасибо. Александр Миронович, вам вопрос, как к человеку, который был с Лилибрик знаком. Во-первых, сколько ей было лет, когда вы познакомились? Вкратце, как это знакомство состоялось? И вот образ ее, воссозданный в лаборатории, похож хотя бы чуть-чуть? Или у нее был совершенно другой голос, совершенно другие интонации и манеры? Значит, я познакомился, вернее, увидел ее первый раз в 1953 году. В ЦДЛ там проходила дискуссия, посвященная Маяковскому. Ну, естественно, для меня она была. Я не был с ней знаком. И смотрел на нее, как такое историческое лицо, известное, так сказать, нашему читателю, понимаете. Вот. Она была хорошо очень одета. На нее, конечно, все обращали внимание. С мужем ее был Василий Вгарыч Катанян. Вот. А через несколько лет... Я был аспирантом тогда еще. А через несколько лет я вынужден был прийти к ним домой. Это на Кутузовском проспекте они жили. Вот. Недалеко от того места, где ваш дед жил. Я там... Он никогда не жил на Кутузовском проспекте? Он жил на Дорогомиловской. Ну, это, может быть, совсем давно было. Вот там, где это все соединяется. Это напротив Украины они жили. Значит, и... Вот впервые тогда... У нас были дела с Василием Вгарычем. Я работал в настройте мировой литературы. Выпускалась первая... Вернее, не первая, это уже четвертая, но так наиболее полное собрание сочинений Маяковского. Он готовил первый том. И том-то уже был подписан. Но, тем не менее, были вопросы самые разные. К печати подписаны. И меня послали... Я был ответственным секретарем этого издания. Меня послали к нему домой, чтобы я... Давайте ближе к Лиле все-таки. Ну, вы спросили, где... 62 года ей тогда было, да? Значит, ей 56-й, да. 91-й. То есть, что Вас в ней зацепило? Что обратило на нее внимание? Какой у нее был голос? Вот высокий, как в нашей реконструкции? Или все-таки, наоборот, низкий? Ну, что-то такое от того, что нам продемонстрировали, когда показали, как звучит голос Лиле, у нее было что-то такое похожее, да. Но все-таки у нее были какие-то такие, понимаете, интонации какие-то другие. Магический взгляд вы на себе почувствовали? Значит, когда я увидел, конечно, у нее были очень красивые глаза. И я почувствовал, значит, не только вот очарование этого взгляда, а был поражен ее приветливостью. Собственно, я был мальчишка. Она пришла, значит, расспросила, о чем мы говорим. Потом говорит, не выпейте ли чаю с нами? Я, говорит, у меня есть новая скатерть индийская. Вот смотрите, и она действительно эту скатерть, значит, постелила на стол, чашки какие-то. Она любила цветастые. Масленки вот эти вот у нее были тогда уже? Масленки были, все. И вот мы пили чай. Я был, конечно, потрясен таким приемом. Она была очень внимательна. Я потом убедился, что у нее было любопытство к людям, которые вдруг появлялись или дома у них, или где-то, так сказать, в ее среде, в том числе и молодые люди. Не потому, что она на что-то рассчитывала, а потому, что ее это интересовало. А вот что это за поколение? Какой уровень их культуры? И тогда же я заметил, что она весьма откровенно говорит о таких вещах, о которых, может быть, не принято говорить. Например? Ну, например, знаете, у Маяковского есть стихотворение «Вам». Помните, как оно завершается? Я лучше в баре там буду подавать онностную воду. При печатании мы, так сказать, у нас возникли споры, как ударение поставить, потому что при нормальном произношении оно одно, а когда под ритмом, оно другое. И она спокойно сказала. Ну, конечно, вот так-то, конечно, вот так-то. Ну, не вижу здесь сегодня ничего шокирующего. Спокойно, может быть, какая-то другая дама света. Она, может быть, так сказать, не произнесена бы этого так спокойно, а Лилия Юрьевна спокойно произнесена. Ну, вообще говоря, материться в среде творчества, интеллигенции Советского Союза вообще считалось хорошим тоном. Это было как бы нужно, необходимо, чтобы сойти за своего. Главное, в точку, в нужное место и не к личности. Нет, вы правы, но это не матерщина была, а просто, так сказать, объяснение литературное, как нужно. В ее случае, да, может быть, в этом случае, да, но вообще это не любили. Хорошо, вот у нас на форум прислал Михаил сообщение, что красавицей она не была, но что же в ней такое было магическое и притягательное? Действительно, что было? Ведь, смотрите, Маяковского она увела на минуточку у своей сестры, которая была достаточно симпатичной девушкой. Может быть, даже и покрасивее даже может быть. Знаете, на самом деле, вот бывают, как говорят обычно мужчины о женщине, что она может быть эталонной красоты, но ничем не оцеплять мужчину. Либо в ней может быть некий шарм, какая-то изюминка. Это сестра, да? Да, и это привлечет совершенно другое ощущение у мужчин. Вот как писала о ней сама сестра Эльза. У нее большой рот с идеальными зубами, блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей ничего никогда не надо было скрывать. Она могла бы ходить голой. Каждая часть ее тела была достойна восхищения. Она и ходила. Ну, есть известные фотографии. Вообще, у сестра описывает так, что можно подумать, у них и сестрой было. Я не думаю, у них семья была достаточно строгая. До такого не могли дайте, нет? Нет, абсолютно. Хорошо. Говорят даже, что мама с сестрой с восхищением смотрели на Лилю, когда она одевалась, одевала на себя чулки. Настолько это было, притягивало внимание. Что уж говорить о мужчинах, если даже у женщин это вызывает восхищение. Я почему, может быть, сказал немножко такую рисковатую вещь, потому что вообще, судя по образу жизни, он был такой даже без тормозов, да, скажем так, что у сестры парня увела, потом вместе с этим парнем, с мужем втроем жила. Ну, в общем, как-то... Родители были рады, когда она вышла замуж за Осипа. Они говорили, ну, слава богу, хотя бы на этом там все остановится. Ну, конечно, они переживали. Затихнет. Затихнет, да. Хорошо, хоть не стремя. Можно я отвечу вам в ответ на ваше замечание? Значит, у Лилии Юрьевны вот таких интересов к женщинам не было. Вот это во-первых. Во-вторых, я в архиве Арагона в Париже полностью читал всю их переписку с сестрой. Она довольно любопытная. У нас она опубликована, но не полностью. На французском языке есть книга, там переписка сестер Рабеля, предисловие. Там все опубликовали они. Значит, здесь некоторые письма они опубликовали. Значит, они в этой переписке, они, это начало в основном там 20-х годов, ну, первая половина, они обсуждают разные вопросы. В том числе обсуждают и мужчин, которые как-то их или домогались, или некоторые были влюблены и, так сказать, предлагали руку и сердце, и так далее, и так далее. Вот этих мотивов, о которых раньше шла речь, там, был ли интерес у них, там, уже нет, этого мотива не существует. Ну, мы на этом даже можем не останавливаться, потому что это и так понятно, да? Я имею в виду, что без тормозов в другом смысле. Ну, да, да. И при Маяковском у него были какие-то связи, и при этом Осип все время оставался рядом. Вы знаете, вот то, что сказал Александр Миронович, что она действительно, действительно так сказала, она любила одного человека. Вот как только у нее внутри что-то происходило, и она понимала, что она больше не любит, вот тогда она себе позволяла. То есть это не то, что она жила со всеми или позволяла себе связи. Может быть, у нее был Осип все-таки? Ну, как она постоянно повторяла, да, и уже на протяжении жизни и в конце жизни. Ну, вот один момент... Это с 17 лет и до... С 15, она познакомилась с ним в 13 вообще лет. Ну, да, ну, поженились они в 17. И получается, Осип в 45 году умер, и она вспоминала о нем всегда. Говорила о том, что я бы отдала бы все, лишь бы вернуть Осю. Да, она и Фаине Георгиевне. Даже она говорила, что когда застрелился Маяковский, это погиб поэт, когда умер Осип, умерла я. В общем, что полностью исчерпывает все вопросы возможные, да, о том, кого же она все-таки любила. Любила ли она Маяковского или... Нет, вопросы не все исчерпывают, потому что вы так рассуждаете, будто женщина выходит замуж только за того, кого она безумно любит. Значит, а женщина может выйти замуж даже по какому-то чувству или какой-то стихии, которая есть, не обязательно за того, кого она там любит. Ну, а в данном случае она говорила, что она именно любит Осипа. Я прошу прощения, у нас звонок из Петербурга, давай сейчас ответим. Здравствуйте. Я, например, думаю, что она к Осипу Максиму относилась совершенно не так. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела напомнить, что о ней высказалась Анна Ахматова очень точно. Она ее видела совсем не так, как ее сестра. Сказала, наоборот, что у нее очень короткие ноги, она из тех, которые всегда будут нуждаться в очень высоких каблуках, что у нее тусклые глаза, развратный вид. И не трудно предположить вообще людям пожившим, чем она цепляла мужчин. Например, когда Людовик 16 очень влюбился в свою последнюю там пассию, ему про него сказали, он просто никогда до этого не имел дело с проститутками. Она, мне кажется, очень даже не только в разговоре откровенно, есть вещи, которые мужчины, ну, цепляют их, женщина, наверное, без тормозов во всем. А это, в общем, во многом неискушенных цеплять. Дядя Маяковский зацепился. А мне кажется, что она очень плохо мордиво в жизни сыграла и в плане поэзии тоже. Да. Спасибо. Мы вас услышали. Ну, вообще, для меня, честно сказать, я не понимаю, действительно, потому что вот у меня тоже недоумение вызывает, как и у нашей слушательницы. Ну, вот я смотрю на Маяковского, помимо того, что шикарный дядька, гениальный поэт, ну, по-моему, мог получить все, что хочет. Я имею в виду любую женщину, да? Но почему-то вот он не только запал на вот эту конкретную женщину, и ладно, были бы у них отношения там, как у Дали с Галой, например, да? Но так еще и при ней муж живой все время вместе третий. Вот это вообще не укладывается в голову. Вы знаете, Мосиб уже не был ей... Физической связи не было, Мосиб Максим. А как же вот этот исторический факт, что... Ну, давайте так. Во-первых, если уж... Она запирала Маяковского в кухне. Я читала огромное количество воспоминаний, с разных сторон тоже анализировала. Вообще в истории нет сослагательного наклонения. Поэтому, когда говорят, что было бы лучше, если бы он ее не встретил бы, мы сейчас имеем то, что имеем. И вот, когда она мечтала об Осипе, там произошла некая ситуация, еще когда они были гимназистами. Он сказал, извини, ты там была увлечением, вот я тебя больше не люблю. Конечно, она переживала и все равно пыталась с ним где-то как-то встретиться. И когда они случайно встретились в Мхате и договорились встретиться на еврейском благотворительном балу, вот там произошла вот та самая сцена, когда она ему сама сказала «люблю тебя». Чего от Лили вообще дождаться было невозможно. Она достаточно была гордая и сама никогда не признавалась. И вдруг она говорит «люблю тебя», он говорит «выходи за меня замуж». И дальше, как она рассказывает, Осип любил спать один. Он вообще разделял интимную жизнь и жизнь как бы дружескую, такую вот эту. Вот у него было такое понятие почему-то о семейной жизни. То есть они спали в отдельных постелях, встречались... Да, это их личные проблемы. Но Маяковскому-то это все зачем? А дальше, подождите, а дальше такие отношения между супругами, близкие по духу, но совершенно разные там с интимной точки зрения, конечно, привели такую женщину, как Лиля, ну мне так кажется. Конечно, ей очень хотелось и этой любви Плотской в том числе. И вдруг появляется такой эдакий вихрастый, высокий, красивый, который провоцирует на то, что мои стихи никто не читает, как я. И Лиля берет и читает его стихи, причем читает так, как ему нравится. Ну, то есть немножко Покровские ворота. Хоботов и Савва Игнатьевич, так получается? Нет. Это не так. Они были друзьями, но, как сказать, мужем и женой, вот в том плане, в котором мы все понимаем, они жили вместе, вдвоем. Мало того, дальнейшая жизнь, они так договаривались, что мы будем жить. Наташа, прошу про вопрос, у нас на связи Израиль, и дорого ждать телефонный разговор. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу сказать свое мнение. Я считаю, что у Лилии, у нее... Здравствуйте. Да, да, мы вас слушаем. Я хочу сказать, что у Лилии Брик было такое сильное жизнеутверждающее начало. Алло. Да-да, отойдите от телевизора. Но свою жизнь она проиграла, так как, с моей точки зрения, было спасти Маяковского. Маяковского. Ага. Спасти Маяковского, вы мне послышали? Да. Свою жизнь она проиграла. Хорошо, мы об этом поговорим еще, мы поговорим об этом чуть позже. Хорошо, спасибо. Что же притягивало Маяковского? К ней притягивались очень многие мужчины, личности, как сама Лилия Юрьевна как-то раз написала, я не помню, дословно. Но она говорила, я знаю, чем привлечь мужчин. И это, кстати, было не какие-то интимные вещи или переспать, о чем мы говорили в постели. Как она говорила, надо позволить мужчине нечто большее, что ему не позволяют, дать ему выговориться и еще что-то. То есть это были абсолютно духовные вещи. И когда вот сказали, что через постель дальше она строила отношения, наоборот, когда с Пуниным, с Николаем Пуниным была связь, и она хотела ее дальше продолжать, Пунин написал, хорошо, я готов продолжать, но как бы только в постели, ни о какой любви не может быть речи, она оскорбилась, обиделась, ей этого было не нужно. Хорошо, а можно вот такое предположение? Ведь Маяковский, как гениальный поэт, без сомнений, очень сильно возвышался над, ну, то, что назовем там усредненной человеческой массой, особенно того времени, да, когда и с образованием еще было не очень, и в общем, ну, люди того времени, наверное, были интеллектуально развиты меньше. И отсюда одиночество и невозможность общаться на том уровне, на котором он хотел. Может быть, он вот в таких людях, как Лилибрик, и, может быть, даже и Осип, рядом с ней находящийся, избавлялся от одиночества? Во-первых, Маяковский безумно боялся одиночества после шести месяцев в Бутырской тюрьме. То есть это однозначно. Он не хотел быть один. Даже когда приходил домой, уставший после выступления, он все равно брал телефонную трубку и говорил, надо обеспечить себя людьми. Но вопрос в том, что Маяковский не был еще настолько сильно, можно сказать, популярным как поэт, когда познакомился с, если я не ошибаюсь, когда познакомился с Лилией и с Осипом. И Осип был его одним из первых издателей. То есть кто издал поэму «Облако в штанах» и в дальнейшем продолжал. Маяковский советовался с Осипом насчет даже ситуации и с Лилией, и в творчестве. То есть Осип для него был тоже чуть ли не первым другом. Очень хорошо, что вы сказали про издательство, потому что на форуме у нас вопрос есть. Не может ли быть такого, что семья Бриков просто жила за счет Маяковского и использовала его литературный талант? Мы сейчас этот вопрос адресуем. У нас телемост сейчас просто... Очень важно... Хорошо, хорошо скажем. Возможно, в том чувстве, которое испытывал Маяковский к Лилией, может быть, было половину этого чувства связано с Осипом. Но не как вот, как это сейчас пошло понимает, а как с человеком, который был ему очень близок, почти родной в чем-то и очень необходимый. Хорошо. Давайте сейчас этот вопрос еще адресуем Марии Красновой, которая с нами на связи с телемостом. Марина, скажите, пожалуйста, вот можно ли считать, что они его использовали, Лилия и Осип Маяковского, его талант? Я считаю, что, конечно, в какой-то момент она, конечно, использовала Маяковского, потому что, к примеру, когда у него возникали мысли о женитьбе, она не давала ему это сделать. К примеру, когда у него возникла мысль жениться на девушке Наталье Брюканенко, она написала ему письмо о том, чтобы он этого не делал. Пожалуйста, она не делая этого, и Маяковский этого не сделал. Уже после смерти и Маяковского, и Брика она напишет о том, что когда умер Володя, это умер Володя. Когда умер Оси, это умерла я. И, наверное, в этом есть какая-то характеристика этих отношений. Она хотела остаться единственной музой, и это действительно так. В разговоре с актрисой Вероникой Поломской она скажет, что она никогда не смогла простить Володе предательство, что он приехал за границей и при всех читал стихи, посвященные не ей, а другой женщине. Да, спасибо большое, Марина. Вот, Александр Миронович, что вы на это скажете? Я бы ответил так, Марине. Вот вы говорите о другой женщине, которая использовала отчасти Маяковского. А какая же русская не любит быстрой езды? Вот если копнуть вот так многих женщин, даже тех, которые очень любят, мы увидим, что в глубине чувства есть и элемент расчета. И, между прочим, взять и сказать, вот эта расчетливость какая-то низкого плана, а вот эта вот любовь, очень трудно. Значит, что касается Лилии Юрьевны и вообще, так сказать, этой семьи, Уосипа Максимовича и Лилии Юрьевна, то, конечно, временами они жили за счет Маяковского. Маяковский просто больше получал и зарабатывал. Временами, я хочу сказать. С другой стороны, Лилия, когда он ездил за границу, она, на самом деле, составляла ему огромный список того, что нужно ей купить. Ну, не забывайте, что в нашей стране, может быть, несмотря на НЭП и на магазины, НЭПовские, не было тех вещей, в которые хотела бы Лилия одеться. Точно так же он вынужден был найти деньги, взять их отчасти в долг, купить ей машину. Она очень хотела машину, что Маяковский, так сказать, и сделал. В этом отношении, значит, ну, это было согласие на эксплуатацию, если хотите, на финансовую помощь, добровольное, добровольное согласие. Что касается... Ну, то есть, да, говорит, спонсорство. Спонсорство. Что касается... Ну, и гонорары Осипа шли тоже на общую семью. Да, правда ли, что она сбила девочку на этой машине? Я об этом вообще, честно говоря... Била, не сбила, но что-то такое там было, какая-то авария. Историю слышала, но ничего не могу сказать. А вот что касается того, что Лилия Юрьевна не хотела, чтобы он женился, конечно, ну, найдите мне женщину сейчас, чтобы она, вот, находясь в таких любовных отношениях, или, я не говорю сейчас, какой-то... С двумя мужчинами разрешила одному из них жениться? Она сказала, да, дорогой, выходи замуж. Вот, мне бы хотелось посмотреть, какой образец. Ну, связавшись с Маяковским, как бы, в личном плане, у Лили не было интимных взаимоотношений с Осипом. То есть, как объяснить-то? Да никогда не было у нас. Уже после того, как она расширилась. Да, поэтому нельзя говорить там с двумя мужчинами. Ну, считайте, что это брат, вот если на сегодняшний момент, да? Ну, хорошо, вот простите, тогда простите меня. Вот мы обсуждаем Лилию. Тогда простите, я вставлю лыков в строк. Да, хорошо. Значит, есть цитата, есть цитата, когда она признается, может быть, вот скажите, ложь это или не ложь, когда она сама признавалась поэту Вознесенскому. Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухню, он рвался к нам, царапался в дверь и плакал. Брик прекрасно осознавал, как мучается Маяковский. Но ничего, говорила она друзьям, страдать, Володя, полезно. Ну, вот как к этому отнестись? Это период как раз Петербурга до того, как как раз Лиля решила, что она будет с Маяковским. Потому что именно Маяковский приходил, плакал Осей, говорил, Лиля меня не любит, что же мне делать? И вот только после того, как это прекратилось, наступили взаимоотношения личные с Владимиром Владимировичем Маяковским. Но Осип все-таки остался рядом. Осип всегда был рядом. Даже когда у Осипа была Женя, они тоже жили все вместе. Жила Лиля Юрьевна. Ну, хорошо, а такой вот момент. Маяковский, красавец, мужик. Ну, ему, наверное, хотелось, я не знаю, иметь пару детей. Мы все время обсуждаем. Разрешила бы она ему жениться, завести эту пару детей. Что такое разрешила? Вот вы осуждаете женщину, да, за то, что очень хорошо заступился Александр Миронович и сказал, правильно, возьмите, вы любую сегодняшнюю женщину. Представьте, высокий мужчина, метр восемьдесят с лишним ростом, ему говорят, не женись, ну, хорошо, я не буду жениться. Ну, значит, наверное, не так сильно любил, если совет друга, совет Лили, значит... Ну, может быть, она им манипулировала, потому что, знаете, как бывает, когда манипулируют родители часто, там... Ну, как можно запретить? Запросто можно, когда есть какая-то связь, говорят, ты разобьешь мне сердце, я не перенесу этого предательства. Она не говорила такого, согласитесь. Она говорила, ты предал меня, когда ты прочитал там стихи, посвященные другой, ты меня предал. Она могла... Он очень доверял ее мнению. Он действительно доверял ее мнению, как... И она вела себя по отношению к нему, как мама, можно сказать. Ну, ведь часто женщина в семье аккумулирует множество ролей, да? Это и мама, это и хозяйка, это и любовница и так далее. Вот Лили в данном случае тоже роль мамы выполняла, следила, что у него, как, была его лучшим другом и советчиком. Ее совету он очень сильно доверял. Видимо, он не готов был на тот момент вот так вот уйти с другой женщиной. Хорошо. У нас сейчас есть возможность «Живой звонок в Америку» сделать и связаться с литературодоведом Ириной Исаковной Чайковской. Скажите, пожалуйста, Ирина Исаковна, вот как вы считаете, Лия Брик в жизни Маяковского была все-таки злым гением или действительно музой и ангелом-хранителем? Бесспорно, музой и ангелом-хранителем. Вы знаете, я много общалась с Юлией Добровольской, она сейчас живет в Италии. Это была подруга Ири Брик, она переводила ее на итальянский язык. Когда я приехала в 90-х годах в Итанию, я в магазине Фильтринелли увидела книгу «Поспоминания» или Ли Брик. Эта книга была потом опубликована через 10 лет в России, как «Бесрасские рассказы». Так вот, она была переведена Юлией Добровольской и составлена ей. И я тогда начала искать эту женщину, нашла ее в Нилане в квартире на улице Порта Романа, и она мне много рассказывала о ней, Ли Брик. Кстати, тогда ей было 80 лет, сейчас 96, дай бог ей жизни, это замечательная женщина. Так вот, Юлия Добровольская... Что она говорила о Лиле, подруге? Вот мне просто хочется какие-то отдельные моменты. Конечно, она говорила, что... Вот о магнетизме уже говорили, что и на женщин, и на мужчин действовал этот магнетизм, то, что она была необыкновенно интересным человеком. Я спрашивала, о красавице она была. Нет, в парке она уже утратила свою красоту, тем более, что она очень красна, это видно на фотографии, хотела вернуть все краски, которые были в юности. Краски были необыкновенные, рыжий волос, очень белая кожа, как бы подсеченная изнутри, вот говорили об этом, и косметичка Лили Фит рассказывала об этом Юлия Абрамовна, и, конечно, необыкновенные лучистые глаза. Ирина Исааковна, вот один вопрос к вам буквально. Вот как они общались с Юлией Абрамовной в Переделке, добровольство перевозило воспоминания Бритт, она... Ирина Исааковна, спасибо огромное, спасибо, спасибо. Тогда к вам вопрос, как вот, как человеку, знавшему ее, можно сказать при нем, что она была человеком все-таки добрым по характеру или эгоистичным? – Нельзя, и так, и так нельзя сказать. Она была эгоцентричной, и она очень хотела всегда, приходили люди в гости, там, я сейчас не говорю о какой-то такой бытовой сцене ситуации, а, значит, поскольку иногда лев заседал на квартире, там, у того или иного человека, она любила, хотя она, в общем, была подругой Маяковского, близким ему человек, но она очень часто, так сказать, так вела себя, как будто она основная фигура. Тогда, когда они жили на даче, там, то же самое. Значит, и не случайно некоторые люди, которые входили в этот кружок, значит, даже возмущались и открыто выражали свое возмущение. Значит, вот желание такое взять, перетянуть, как говорится, одеяло на себе, у нее это было. По-моему, сценарист Шиловский, если я не ошибаюсь, сказал на одно замечание в ее сценарии, что хозяйка должна пить чай, после чего наливать чай, прошу прощения, после чего был выгнан из этого кружка. Да, 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 значит, поэтому я не могу назвать ее эгоисткой, вот, и не могу назвать ее доброй. Вот есть люди такого плана, которые всегда хотят вот быть в центре, а иногда руководить. Ну, может быть, это и притягивает, потому что некоторых людей притягивает вот такой экстремальный эгоцентризм. И давайте послушаем, что нам скажет наш зритель из Франции. Здравствуйте. Кто там, житель из Франции? Добрый день. У меня есть, во-первых, привет от Франции, у меня есть вопрос, касающийся, в общем-то, Брик и ее сестры, которая тоже вначале вышла замуж за француза Триоли, а затем за писателя Арагона. И, собственно говоря, вот в детях обеих сестер улавливается, если уж не карьеризм, то некоторый оппортунизм. И потом, если мне не изменяет память, в общем-то, ее сестра, когда он жил, у него был роман в Париже, даже некоторое время наблюдала за этим романом. То есть Лиля Брик звонила и просила понаблюдать и так далее. Вот у меня такого. Вы имеете в виду вот эту модель французскую? — Татьяна Яковлевна. — Да. Она же не просто наблюдала, она... — Яковлевая, то, в общем-то, ее сестра, Эдет Хаевлея, в это время присматривала как бы... — Спасибо. Спасибо. Но она не просто присматривала, она и написала письмо, где сообщила, что якобы эта девушка выходит замуж за какого-то французского аристократа и приписала. Только не говори Володе. Естественно, я так понимаю, это было сделано в расчете на то, чтобы это письмо к Володе попало. — Есть через несколько лет появились воспоминания Татьяны Яковлевой, в которых, по крайней мере, если они не написаны под принуждением, она говорит, что она и не собиралась замуж за Владимира Маяковского. То есть там, ну не знаю, насколько можно однозначно, но это написаны ей личные воспоминания. А потом с Татьяной Яковлевой в магазинах они выбирали вещи, лили, и машину покупали вместе с Татьяной Яковлевой. — Ну что касается Татьяны Яковлевой? — Я очень дружен с ее дочерью Френсин. И, значит, Френсин по поводу желания Татьяны выйти замуж отвечала мне так. Если бы я знал, я бы принес фотографии даже. Значит, Френсин говорит, мама мне не раз говорила, что она очень колебалась. Она не отказывала. Маяковский, конечно, предлагал ей руку и сердце. И даже в стихотворении Татьяны Яковлевой, вы, наверное, знаете, это состояние, он в конце там пишет. — Не хочешь, оставайся из зимы. — Не хочешь, оставайся из зимы. Это оскорбление там вообще еще и так далее, и так далее. Значит, она колебалась. Но здесь, надо сказать честно и откровенно, Лилия Юрьевна... И он собирался, Маяковский, вернувшись в Москву, он собирался опять поехать в Париж, чтобы как-то все-таки ее уговорить. И вот в этот момент действительно Лилия сыграла какую-то не ту, может быть, а может и ту роль. Я не хочу сейчас судить ее или кого-то там. Значит, она действительно показала письмо, где говорилось о том, что Татьяна Яковлевна завела роман и как бы собирается там выходить замуж. Это раз. — Интригарно. — Во-вторых, во-вторых, Маяковского, как ни странно, которого всегда пускали за границу, но тогда не было такой вот системы, которая была в советское время, когда уже все устоялось и нужно было идти в райкон там, получать характеристику. Тем не менее, он, в общем, ему не дали разрешения на выезд. И некоторые исследователи жизни Маяковского делают вывод, что не исключена возможность, я говорю так осторожно, чтобы не исключена возможность, что Лилия Юрьевна кое-кому намекнула, что он может там и остаться, что было, конечно, нежелательно. Так что вот судите сами. — Хорошо, спасибо. — Ну, а второй момент... — Я прошу прощения, у нас в Сочи на связи, сейчас дадим вам слово. Здравствуйте, слушаем вас. — Добрый вечер. — Добрый. Ваш вопрос или ваше мнение? — Добрый вечер. Город Сочи, Людмила Васильевна. Тщательно изучая все воспоминания, мемуары, я прихожу к такому выводу, что все-таки Маяковский был для ее язык бойной коровы. По воспоминаниям Чуковской, Раневской, никаких добрых чувств их не было, совершенно речи не шло. Но меня интересует вот какой вопрос. Почему, вопреки пожеланию Маяковского не забыть своим вниманием правительства Веронику Полонскую, Полонская не получила ничего. Сестры получили половину на троих, то есть там по одной трети. Лилия Людмила получила подавляющее большинство наследства. Полонская не получила ничего. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, что вы на это скажете? Вы начнете. Я вам скажу, я знал и Полонскую тоже довольно прилично. И даже мы вместе с директором в то время музея Майковского Стрижнева ездили к ней, когда она уже жила в пансионате. Там где-то надо было ехать по шоссе энтузиастов. Значит, она была в хорошей памяти и прочее, и прочее. Ну, и среди многих разговоров, эта тема специальная, потому что, если сейчас я начну рассказывать, это может перекрыть и нашу тему. Александр Ильич, у нас очень мало времени осталось. Да, я говорю, Полонская сказала следующее, что она так испугалась всей этой ситуации, когда Маяковский застрелился, что она не особенно ни на чем и не настаивала. А потом она настолько боялась, что ее куда-то там посадят или вышлют, что она уехала из Москвы. Я вас понял, но при этом она сказала фразу, которая, в общем, меня, например, потрясла своим цинизмом, что такой большой поэт хорошо, что застрелился из большого пистолета. Если бы застрелился из какого-то маленького браунника, было бы не солидно. Это я имел в виду, что Брих сказал. Давайте посмотрим сейчас еще разочек «Матрицу сознания». Лаборатория, ваше слово. Мы продолжаем общение с Лилией Брик. Лилия Юрьевна, развейте, пожалуйста, мои сомнения по поводу того, в каких отношениях вы находились с Осипом, когда с вами вместе жил Маяковский. Неужто действительно чисто платонических? Или же правда закрывали Владимира на кухне, пока отлучали в спальню мужа? Осип для меня был почти святым. Такой тихий, нетребовательный. Нечета, звонка пафосного Маяковского. Кстати, с Володей я никогда не спала вместе. В прямом смысле этого слова. Он такой огромный, что удобнее индивидуальный гроб, чем двуспальная кровать. А вы Владимира Владимировича, видимо, все-таки не очень любили. Вот, кстати, сейчас есть мнение, что Маяковский не совершал самоубийство, что его убили чекисты. Причем, простите, как бы вот с вашей подачи. Вы что же, действительно думаете, что киса могла желать смерти своему бедному щену? Я чуть не сошла с ума от горя. Только новые гонорары моего любимого мертвого поэта немного смягчали боль утраты. Он начал сладкие подарки с того света задолго до моей смерти. Вам действительно приснилось, что Маяковский предсказал ваше самоубийство? Да. Маленький пистолетик. Не мбутал, не мбут. Ах, что же это? Опять? Куда меня тащат? Помогите, помогите же мне! Что ж, сеанс вынужденно прервался. Студия, вам слово. Мы сейчас немножко нарушим наши правила и сразу дадим еще один сюжет, чтобы понять финал жизни Лилии, раз уж мы слышали здесь утловещее слово «нембутан». Приснился сон. Я сержусь на Володю за то, что он застрелился. А он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит «все равно ты то же самое сделаешь». И она сделала. Но так, как полагается музе, тихо, почти грациозно. 4 августа 1978 года Лилия Юрьевна приняла смертельную дозу снотворного. Накануне была печальна. Ей снились стихи Маяковского. Кольцо с бесконечным «люблю» потускнело. Но не это стало причиной самоубийства. Вот как вспоминает смертельный либрик ее пасынок Василий Катанян. Рано утром Лю упала возле кровати и сломала шейку бедра. В преклонном возрасте, а ей было почти 87 лет, это не заживает, и больной обречен на постельный режим. От операции она решительно отказалась. Летом мы перевезли ее на дачу в Переделкино. В школьной тетрадке, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющим почерком «Нембутал, нембут». Лиличка не боялась смерти. «Ничего не поделаешь, все умирают, и мы умрем». Но быть зарытой в землю она не хотела. «Я завещаю после смерти меня не хоронить, а прах развеять по ветру». Знаете почему? «Обязательно найдутся желающие меня и после смерти обидеть, осквернить мою могилу». Обряд был совершен в поле под Звенигородом. На опушке стоит как бы точка ее жизни. Огромный камень, а на нем три буквы. Л-Ю-Б. Ну что ж, мы почти всю нашу передачу посвятили Лиле Брик как музею Маяковского или злому гению, как кому угодно. Но ведь и после Маяковского у нее был огромный период жизни и очень насыщенный период. То есть она была и спасала от тюрьмы Параджанова, и познакомила Майю Плесецкую Родионовичу Дрена, а доставала пресецкие лекарства и помогала поэтам Базнисенскому, например. Если характеризовать еще и личную жизнь Лиле, то надо сказать, что в этом же году, в году смерти Маяковского, она выходит замуж за известного военного деятеля Виталия Примакова, которого в 1937 году посадили вместе с Тухачевским и расстреляли. Не было ли там момента, что в день его ареста она танцевала уже со своим будущим, следующим мужем? Вы знаете, это было, и это был как раз страх, человеческий страх, когда ты не понимаешь, что происходит, ты думаешь, что ты от всего защищен, и вдруг такое происходит. Она потом, вспоминая об этом случае, вообще о том, что связано было с Примаковым, она же тогда сожгла все архивы, все письма, чтобы только ничего не было. Она потом очень жалела об этом и говорила, вот мне стыдно за то, что вот я так относилась. Она искренне верила в то, что это действительно враг народа. Тогда действительно очень многие искренне верили, что вот если забирают, то есть за что. Та же самая Соня Шамардина, которая просидела, одна из Любови Маяковского, которая просидела в лагерях там 20 лет, выйдя сказала, значит, было за что я сидела. Многие люди так рассуждали. Ну а потом, 1938 год, уже как раз Василий Абгарыч Катанян, она выходит за него замуж, тоже такой поступок. Она дружила же и с женой, и с Галиной Василия Абгарыча. И тоже все вокруг не понимали, как это так, но она пыталась сохранить отношения. Она думала, что это нормально абсолютно. Она позвонила Галине, говорит, ну мы же раньше дружили. Галина не смогла сохранять отношения. Вот такой была Лилия Юрьевна. То есть она терпеть ненавидела мещанство. Она считала, что все, что ниже человеческого сознания, все это мещанство, все это плохо. Все должно быть... Если заканчивается Любовь, значит, она заканчивается. Хорошо, хорошо. Мы Вас услышали. Александр Миронович, Вам тоже вопрос вот такой. А можно я отвечу? У нас очень мало времени. Я Вам задам один еще вопрос. А ведь в последний период жизни ей пришлось довольно сложно, когда ее травили власть, и после смерти ее не было некрологой, а до смерти требовали отдать и архивы, и требовали отдать вот это самое знаменитое письмо с буквами ЛЮ, кольцо, вернее. Почему была такая травля? То ли хотели власти как-то Маяковского очистить, поставить его как на пьедестал, очистив его вот от этой сомнительной особы, то ли еще что-то? В чем дело? Я сейчас отвечу, но можно я вначале скажу, чтобы не было такого образа Лилии Юрьевны после нашей передачи, что это такая святая уж очень женщина. Дело-то в том, Лилия Юрьевна любила таких очень ярких и знаменитых людей. Не забывайте, что Осип Максимович – это исключение, и мы попытались ответить на этот вопрос. Значит, после вот этого разлада, результатом чего явилась поэма про это, она вообще у нее, по существу, она выходит замуж за Краснощекова. И есть даже прекрасная эпиграмма Маяковского, обращенная к Троцкому, говорит, «Я от Лилии Краснощековым, взлелеенной, вы от героев интендантских выдач». Ну, там история была. Оба получили по шее, уважаемый Лев Давыдович. Значит, Краснощеков, потом Маяковский, все равно продолжается история с Маяковским. После этого Примаков, фигура такая историческая, это не просто один из командармов армии советской. И, наконец, она, это трагическая, это, кстати, история для Лилии Юрьевны, для Лилии Юрьевны, она, в общем, влюблена в этого режиссера... — Параджанова. — Параджанова, Параджанова. — Это была последняя ее любовь? — Последняя любовь, и вдруг его выпускают из тюрьмы, он пришел и ушел, все. Она восприняла это очень драматически, очень трагически. Поэтому хочу обратить внимание, что всегда ее интересовали, и такие люди, и в переписке с сестрой, она об этом пишет прямо. — Хорошо, у нас осталось буквально две минуты, давайте по 45 секунд подводящий итог. — 45 секунд, я вам отвечу потом на разговор о советской власти. — Хорошо. — Итог про Лилию. — От какого мифа нам надо освободиться? — Лилия Юрьевна, первая женщина своей эпохи. Эпохи очень разноречивые, отвергающие какие-то старые правила, выносящие новые эпизоды и так далее. То есть тогда, когда вводилась свободная любовь, это не только Лилия Юрьевна, а кто-то очень многие женщины той эпохи считали, что когда не было брака, когда можно было. Я считаю, что Лилия Юрьевна была женщиной до крайней точки своих костей, будем так говорить, которая чего-то боялась, чего-то безумно желала, хотела нравиться мужчинам, хотела любить. Но чтобы не было вот этой мишуры воспоминаний, может быть, не очень хороших. И когда Василий Васильевич Катанян тоже писал о том, чтобы не было лишнего, наверное, стоит читать источник, стоит читать письма, стихи, саму поэзию Маяковского, для того, чтобы понять, кто кого любил. Как это было действительно на самом деле. В письмах вот то самое, что передавали люди друг другу тогда. Хорошо, Наташа. Хорошо, спасибо. Александр Миронович, ну, Ваше мнение, какой миф, может быть, нам удалось развеять сегодня и удалось ли? Значит, Маяковский ведь был мифологизирован после резолюции Сталина. Вот лучше талантливый, равняйтесь на него. Но внутри читателей, внутри советских, был памятник вот такой державный, великолепный памятник. Но, тем не менее, такая державность советская есть в нем. Значит, но внутри читателей, внутри исследователей, внутри советского общества были разные мнения. Понимаете, потому что были люди, которые... А Лилии, Ваше мнение? А вот я сейчас подхожу к Лилии, и поэтому это бурление, оно было не только среди читателей, но и среди партийных людей, среди партийных руководителей. Одни так относились, другие так. И возникали разного рода интриги. Одна из интриг, это была как раз серия публикаций в журнале «Огонек». Но это не значит, что это вот все политбюро или все ЦК решило ее, значит, вот так вот затереть или там стереть с лица земли. Это определенная группа, выражающая интересы довольно широкие, так сказать, вот пыталась, значит, отлучить Лилию Юрьевну от Маяковского. Собственно, с этими связаны эти публикации. Спасибо. Ну что же, предельно, бесконечно противоречивый персонаж Лилии Брик, но, может быть, я со своей стороны осмелюсь сказать одно, что Маяковский был к ней действительно привязан, а выбор гения мы должны уважать. С вами была программа ЖЗЛ, смотрите нас каждое воскресенье в это же время. Согласен, Иван. Браво, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин